Всем привет, друзья! С вами Антик и мы продолжаем прохождение Героев Нечаи Магии 5. И вот уже на протяжении нескольких месяцев мы с вами проходим эту игру и уже добрались до четвертой кампании чернокнижника появления героя. И можно условно сказать, что полпути уже пройдено в оригинальных героях пятых. Ну, когда мы пройдем все эти кампании, мы перейдем, конечно же, к гномам, к владыкам севера. Ну и очень такая отдаленная перспектива, это повелители Орды. Но если вы, конечно, будете также хорошо поддерживать эти прохождения, мы обязательно до них доберемся. Ну что ж, давайте сейчас перейдем все-таки уже к чернокнижнику. Первая миссия у нас называется Вождь Клана. Уровень оставляем героический, все там, в принципе, нормально проходится. И давайте приступим. Итак, клан Заклеменных Тенью, утративший своего вождя, согласно обычаю, объявляет турнир среди героев. Никому неизвестный чернокнижник Райлак собирается победить в этом турнире, обрести кольцо Глаз Дракона и стать вождем клана. Так, ну что ж, ассасины нам, как воины, конечно, пригодились бы, выбор бонуса. Так, рынок на первом. В качестве бонуса рынок вообще, по-моему, странно брать. Руда нам поможет в отстройке города на начальных этапах. Возьмем все-таки ассасинов. Шесть штук. Моё имя Рейлак. Я пришёл сразиться за право быть вашим вождём. Да, вести о смерти вождей расходятся быстро. Хоть ты не член клана Заклеменных Тенью, все последователи Малассы могут сражаться за этот титул. Я хранительница закона и арбитр турнира. Прежде чем мы начнём, я должна спросить, известно ли тебе правила. Расскажи о них. У претендентов есть месяц на подготовку. После этого вы спуститесь в пещеры и будете сражаться друг с другом. Если придёшь к месту поединка слишком рано, дождись соперника. Победитель будет только один. Второе место не присуждается. Это хорошо. Я не привык быть вторым. Окей, кампания у нас началась. Рейлак, неизвестный никому чернокнижник, хочет стать вождём клана. Так, посмотрим сразу же задание наше. Подготовиться к турниру. Любой чернокнижник может попробовать стать вождём клана Икшаил. Но лишь немногим это удавалось. Самая распространённая ошибка это плохая подготовка и переоценка своих возможностей. Рейлак должен использовать время до начала турнира, чтобы как можно лучше подготовиться. Так, а сколько там, сказали, времени-то у меня? Месяц всего? Четыре недели? Ну, давайте попробуем подготовиться. Так, что у нас тут? Черки охраняют шахту с трудой. Тут у нас лендлорды. Давайте посмотрим на самого Рейлака. Так, чернокнижник. Колдовство у него, развитое знания, да? Так, основа защиты. Ну, в принципе, да, магам нужна защита, чтобы их сразу всех не перебили. Так. Прошлое Рейлака покрыто мраком. И хотя он последователен и беспощаден в битве, его планы и тактика держатся в таком секрете, как и личная история. Поскольку он часто предугадывает действия соперников, последние колеблются при принятии решений, садясь с ним в сражении. Специализация ужасающая. Чем выше уровень героя, тем сильнее уменьшается инициатива противника. Ну, понятно. Ну, понятно, что Рейлак это анаграмма от известного нам всем имени. Давайте посмотрим, что мы можем в городе сделать. Гильдия магов, военная школа, рынок. Так, включим все здания. Так, ну, Гильдию магов, наверное, бесполезно строить, потому что там я видел чертей, которые ману крадут. Наверное, мы все-таки военную школу, да, построим. Какие-никакие войска, 7 штук лазутчиков у нас будут лазутчики, да, лазутчики. Хорошо. Начальные войска есть, пойдем, видимо, воевать с этими чертями. Будь они неладны. Плюс один всего к удаче. Ну ладно. Что поделать? Один ассасин, да, потерялся? Если попробовать без потерь. Ну, не знаю, не знаю. Давайте попробуем так. Они пока будут подходить. Может мы их завалить успеем. Три-шесть. Плохо, что вот этому спрятаться негде сейчас. Так, и все, ману украли, да? У меня только замедление. Заплинание, так что. Особо все равно бы не помогло. Так, ну что, пробьют они, не пробьют. Три-шесть. Хоть бы удача сработала. О, еще и отравление работает, отлично. Минус один все-таки лазутчик. Ну, блин, ладно. Так, и те от отравления помрут, я думаю. Надо вот этого чертенка бить. О, прямая стрела, да еще удача, отлично просто, шикарно. Шикарно. Три-семь, три-пять. Давайте, чтобы обратку не получить. Хотя, может быть, этого стоило. Все-таки он умер бы от отравления, но ладно. Более-менее удачно. Все-таки, все то же самое, что и в быстром бою. Потери те же. Ничего, я не улучшил. Так, ну это здесь было затруднительно сделать. Так, руда. Вот и руда, собственно. Нам хотели ее впихнуть в качестве бомбуса. Так, тут тоже бесы у нас. Охраняют сапоги путешественника. Дриады. Нимфы. Окей. Так, ну что, еще раз рискнем. К фонтану подойдем. Ну-ка, давайте, сохранимся. О, плюс три, охренеть. Повезло. Повезло. Вот уж фонтан удачи к фонтану дачи. Так, это два противника. Тут уже три противника я вижу. Четвертый противник пошел. Пятый противник пошел. Шестой. Седьмой. Охренеть, у меня семь противников. Ну, в принципе, да, по сюжету-то тут турнир, как бы. О, кентавры, слушайте, я еще их не видел. По сюжету турниры, видимо, все эти противники претендуют на пост вождя клана. Так, слушайте, кентавры, они, наверное, стрелки, да? Еще не встречали мы в компании вообще ни в какой, по-моему, кентавров. Но мы, в принципе, недавно только начали играть вот с этой в версии игры 3.1, в общем-то, да? Поэтому мы их не могли особо встретить в тайге. Так, я думаю, что не буду пока нападать на таких кентавров. Средняя угроза. Мне со стрелками сейчас справиться будет достаточно сложно. Лидская угроза, нимфы. Давайте ради опыта будем всех бить. Так, прежде надо в город заглянуть. Ратуша, гильдия магов, таверна, рынок. А, кстати, таверну нельзя построить. Ограничение по сценарию. Вот такая вот канитель. Давайте хоть гильдию магов построим. Таких, все равно мана нет. Отлично. Четыре лазутчика, да? Не знаю, не знаю. Нимфы. Давайте посмотрим на этих нимф. Они, наверное, стреляют магией своим осиным роем. Или не осиным роем, еще чем-то. Хотя мы все-таки вот от лазутчиков толку большого нет. Мы их разделим. Так, они ведь атакуют-то как несколько отрядов перед собой. Вроде как. Ну что ж, тут у нас стрела все равно кривая, как ни крути они, потому что меньше подошли, чем на половину поля. Умные сволочи. Что хочу сказать? Один. Так, вот это вот далекит. Угу. В любом случае далекит, да? Давайте почитаем хоть про них. Живое существо, летающее существо, убийство, убийственные брызги. Вот. При три соседней клетки, занятых противником. Ага, еще исцелить и воскресить могут они. А, это только энтов они могут воскресить. Ладно. Так. Падам-падам. Давайте одну тогда дриаду введем вообще вот туда, наверное. идти от отравлений будут страдать. Давайте сюда подойдем. Нормально. Ну, толку-то никакого нет, в принципе, что я туда увел эту чувиху. Так, в рукопашную ты больше убьешь, да? В принципе, надо расходиться все равно. Нельзя стоять рядом. Так, кто у нас там ходит первый? Это вот ты. Интересно, что она до ассасина дойдет. Нет, не дойдет, я думаю, если вот мы так поступим. 8-12. Тем более, в рукопашную ассасин больше убивает. Неплохо, неплохо. Хотя тут тут уже плохо. 10. Сейчас она подойдет и брызнет. Давайте тогда просто отойдем. принесем в жертву одного лазутчика. Да, в принципе, это сейчас можно было как раз рукопашную это ебить. Так. Всегда очень, я хочу сказать, что всегда тяжеловато и очень интересно начинать новую кампанию, потому что новый герой, новая фракция, которую ты нифига еще не знаешь. Три лазутчика все-таки вместо четырех мы потеряли. Это хорошо. Да, и как только мы уровень получим, что-то долго уровень получается, да? Как только уровень получим, посмотрим колесо умений и решим, что делать. Давайте одним глазком взглянем, что там за порталом. Средняя угроза, средняя, высокая, блин, стрелки. Тут еще и маги. Так, без боя ничего не возьмешь. Нет, для себя рано, видимо. у меня пока всегда рано. Так, берем руду тогда. Бестии. Потащил, затащу и бестии или не затащу? Хороший вопрос. Но кентавров-то точно рано нападать. Так, больше ты никуда не пойдешь, да? Упс. Так, ну давайте тогда флажок посетим. Плюс один к морали, плюс один к удаче, отлично. Пробуем бестий побить. Да, поражение еще вдобавок. А тут еще и фурии, слушайте. А, нет, это мегеры. Это альтернативные фурии, да? Здорово, здорово. Так, давайте хоть посмотрим на них, как они дерутся. Да уж. Сложно начинается кампания, на самом деле. Ну, понятное дело, у меня герой не прокачан совершенно. ничего не может толком. Жесть. Никакой просто дамаг. Героя маны нет. И маны, ни заклинания, ни войск, ничего нет вообще. Да, видимо, быстрый бой нам сказал правду. Минус один затравление. Бестий не рискует диковать ассасина. Минус три. Нет, тут не вариант. Я так все потеряю сейчас, и никаких войск у меня не останется. Надо что-то думать. Что-то надо думать. Бестий, а че я не убью. Средняя угроза тоже средняя угроза показывает. Так, давайте тогда пойдем к этим вот ребятам, к бесам. Еще дряды низкая угроза. Пока на низких угрозах будем качаться, пока они, пока они есть вообще. Хотя вот бесов тут сто штук, наверное, бесов-то я тоже не убью. Ну ладно, хотя бы пособираю ресурсы. Так, не дошел, что ли там? Плохо, что не дошел. Так, ратушу можно построить. Алтарь элементов. Поддерживает способность цепь элементов, отображает элемент, из которых состоит существо, что позволяет планировать атаки, наносящие больше урона. Существа с противоположными элементами наносят врагу больший урон. не знаю, не знаю, что за цепь элементов. Придется как-то еще выяснять это, видимо, да? Ага, бески можно нанимать уже. Давайте я тогда ратушу сначала построю. Пусть золото копится пока. Он нам пригодится на найм существ, если я доживу до следующей недели. Так, Рейлагу надо срочно уровень получить, потому что... Да, и, кстати, я уже посмотрел немного колесо умений этого чернокнижника. Два, три. Наверное, не знаю, как я буду прокачиваться, но я хочу попробовать в атаку прокачаться. Ну, не в атаку, а один из скилл будет атака. Я думаю так. Попробуем. У меня, кстати говоря, в Героях Войны и Денег вот игра такая есть, да? Вы знаете, я про нее уже говорил, что я в нее раньше играл, и там у меня как раз темный эльф. Ну, по сути, это чернокнижник эльф, да? Вот. Так что я темными эльфами немного, считай, играл. Блин, минус два ханить. Знакомы с фуриями вот этими. там сколько у них маны вообще, а? Опять десять. Семь отремели. Ну вот, нормально. Хотя бы не стреляю, то так хорошо. надо было отряду подманивать как-то. Любая отряда все-таки убивает моих ассасинов таким игрокам. Так, и вот она. Повышение уровня. Так, волны аркан получают возможность с помощью заклинания на 50 процентов больше урона, при этом маны расходуется больше от чувства стихий. Больше урона с помощью заклинания магии хаоса, да? Так, это все способности героя самого воня. Не какого-то конкретного умения. Посмотрим сейчас. Ну, кстати говоря, я уже заиграл сколько за героев. Там, за Годрика, за Граила, за Маркел атаки не дошел до финальной вот этой обилки центральной. В принципе, меня устраивает то, что удача вот тут. А я хочу атаку прокачать тоже. Так, чародейство. Так, будет у нас значит чародейство. Все-таки будем двигаться. Надеюсь, все-таки за кого-то я доберусь до этой центральной обилки. Чародейство значит магия хаоса, да? Защита у нас уже есть и пятым будет видимо атака. Атака потому, что я хочу взять тактику, чтобы фурии сразу добегали до войск врага. Так, по крайней мере принято делать за темных эльфов. Ну, в ГВД было принято, по крайней мере. Так, ладно, давайте решим, что нам лучше-то в... не знаю, даже волны аркан. Эти волны аркан возьмем пока что. получил новое умение. Так, и опыт еще у нас тут. Призрачная удача сразу же дам. Давайте удачу возьмем. Она у нас по плану есть, так что все по плану. Так, ладно, давайте тогда вернемся в замок, я думаю, потому что на чертень нападать сейчас бесполезно. Они меня порвут нахрен. Тут у нас магия хоть какая-то изучится и мы еще вдобавок ману пополним, переночевав в замке. Так, ну и бески можно отстроить, да? Кузница. Так, у темных эльфов, по-моему, баллиста дико дорогая, поэтому наверное, она нам не светит пока что. волшебный кулак, слушай, какая магия вообще у тебя? Каменные жипы, волшебный кулак. Так себе. Ну ладно, попробуем так вытащить. Следующим все-таки будут черки у нас, потому что на кентавров-то точно не стоит нападать. Черки попытаться хотя бы можно убить, а тут еще, слушайте, проход есть, я туда не ходил, да? Может там что-то полегче будет. Ну-ка посмотрим, давайте еще раз. В замок Фурии и Меггер предлагаю там нанимать. Может сразу Фурии построить. или кузницу. Кузницу. Давайте Фурии все-таки построим, да? Так, Фурии у нас нападение 5, защита 3. Я уже буду, наверное, пользоваться, начинать. Если мне альтернативные существа понравятся, то... Так, что такое неисчерпаемая сила, я не знаю. Удар и возврат, удар и возврат. Ураг не сопротивляется у обоих. Так, нападение 5, тут защита больше у Меггер и разброс в уроне тоже больше. Причем к минимуму он еще больше. То есть 3 минимум. Фурии, то есть более для Араша нужны, то есть чтобы сразу атаковать, а Меггеры... А, Фурии, кстати говоря, у них еще инициатива высокая. Все-таки давайте Фурии возьмем. Что-то я так думаю, что Фурии-то наверное получше будут. Так, ну и все, в принципе, я больше никого не могу нанять. Так, ну давайте еще раз посетим тогда фонтан. Третий раз мне повезет. Все-таки везет третий раз, слушайте. Без боевого духа и удачи просто никуда не денешься. Так, ну что, может попробуем еще раз этих бестий? С удачей и боевым духом-то? Нет? Слишком большие потери. Слишком большие потери. Ну-ка, ради чего я вообще сражаюсь-то? Магическая стрела населена есть. Прикольно так-то. Так-то прикольное заклинание, но у меня мана мало, чтобы я сейчас на магию рассчитывал. Тем более, что он там взял нападение при поднятии уровня, у него нападение прокачалось в этого райлага. Какой-то он такой боевой маг. Похоже, что... Тут, кстати говоря, кентавры, а тут еще и фурии в этом. И вряд ли они ко мне присоединятся. Отлично сохранилась игра. Что, на весь минотавры? Это уже средняя угроза, да? Кругом опасность. Ух ты, военная школа срение увеличивает империи прирост лазутчиков, если можно нанять. Может, они бесплатно там наймутся? Так, ну, ртуки я не возьму без боя, да? Слушайте, я-то я удачно зашел. Зашел военную школу до конца недели причем. Хорошо. Так, форт стены, это жертвенная яма. Может увеличить прирост фурии и бестии, мегир, минотавров, минотавров-стражей и так далее. Здесь можно принести в жертву существ, что способно случайным образом увеличить прирост определенных существ. Слушайте, меня вот как-то кто-то спрашивал даже в контакте вроде, типа, как работает жертвенная яма. Я ответил, честно ответил, что я не специалист по пятым героям, я не знаю, как она работает. Короче говоря, суть вопроса в том, что навсегда увеличивается прирост или на конкретную неделю и стоит ли вообще пользоваться этой жертвенной ямой. Я что-то пытался тогда, помню, погуглить, но внятного ответа так и не нашел. Видимо, или кто-то мне подскажет насчет этой жертвенной ямы, или придется пробуем и ошибками, как и обычно. не делаю. Пробуем и ошибками выяснять все это дело. Так, а я что хотел сделать? Я хотел построить здание какое-то. Кузнеца. Форт. Так-то и форт нужен, но 5000 там золото стоит это дело. Давайте кузнецу пока построим. Сейчас у нас последний день недели. Пойдем мы закупимся войсками и дальше пробивать от этих нейтралов. Кстати говоря, тут можно уже, наверное, переночевать. А нет, в принципе, можно караванчик там заказать этих лазутчиков. Иконка, посмотрим, давайте иконку. Вот такая вот иконка у темных эльфов. Забавная. Но это опять же с модификацией идет. Такая иконка. Так, ладно. Давайте тогда возвращаться потихоньку. Низкая угроза вот уже у бестий. И у кентавров тоже низкая угроза. Надо следить, чтобы они еще не прирастали. 50-99 их сейчас тут. Через кнем может быть и атакуем. У нас же бонусы все еще есть. Да, боевой дух 1, удача 4. 40% удачи это немало. Так, военная школа. Форт. Минотавры. Последний день недели минотавров это хорошо. Это хорошая примета строить последний день недели минотавров. Да, тут, конечно, противник долго ходит. Недели червя. Прирост червей удваивается, а потом они полностью уничтожаются. Так, ну что, сразу пойдем на бискили? Все-таки за подкреплением. Да, я тоже думаю, что все-таки за подкреплением, в принципе. Нам же месяц вроде как дали, да? Но что-то ничего не говорят по поводу ограничения по времени. Никаких сообщений. И в задачах не написано. Так, королевский лабиринт. Я думаю, это пока не стоит торопиться. Мана у меня всего опять же 10, так что я, наверное, военную академию лучше построю. 4 тысячи денег у меня. Так, и давайте мы попробуем существенно, не знаю, заказать, что ли. Ну, давайте пока что не будем этого делать. Так, и на Минотавр у меня, наверное, не хватит уже денег, да? И лазутчиков сначала надо улучшить, потом уже все остальное. Так, 3-4 Ассасина, 10 фурий и танков теперь. О, слушайте, на всех хватило. Так, а лазутчики сколько стоят? А, так они бесплатные вообще, слушайте. Круто. Что-то я не рассмотрел сразу-то. Так, ну, можно, в принципе, на черте и пойти, да? Раз уж на то дело пошло. Качаемся дальше. Не дошел. А вот и, собственно, сообщение, 21 день до начала схватки. А мне не сказали, куда подойти-то вообще. Куда-то вроде подойти надо, но на карте я не вижу никакого обозначения. Все черном-черном, может потом откроется. Так, две фурии потерял, да? Неожиданно, неожиданно. Давайте попробуем исправить. Так, давайте застать нам сделаем единичек. Парочку. Так, куда ж фури-то задвинуть? Пусть подстоят, наверное. Все равно они не добегут ни докуда. Минотавры медленно ходят, Вроде как. Сейчас глянем, как это будет. 58 черкей тут у нас. Опять они ману воруют. Сволочи. Сколько можно-то? Давайте на полную пошли. 5-10. Моевый дух, отлично. Нуль маны. Так, ух ты, 17-24, здоровский урон. Так, и фурии еще раз успеет сходить. Здорово. Сейчас мы размотаем этих чертей. Так, что удача там была, не была. Ассасины. Вроде бы, удачи еще не было, да, при том, что удача 4. Странно. Но это повышает вероятность того, что удача вот-вот будет. По теории вероятности, если она, конечно, хоть где-то работает, это теория. Вот и удачка. Отлично. Работает теория-то, работает. Ну, боевой дух, отлично. Все шикарно. Надо почаще посещать эти флаги. 18-20, отлично. Хоть бы даже без потерь, да? Здорово. 544 опыта. У нас артефакт. Сапоги-путешественники, отлично. Золотишка, наверное, нам золотишка сейчас не хватает. Так, и что, кентавров попытать все-таки или нет? Маги, маги, тут у нас меченьки. Давайте бестии пойдем все-таки мимо флага, тем более, что пройдем, да? Да. Я думаю, так и сделаем. Так, смотрим, что у нас тут. Жертвенная яма все-таки, да? Не буду торопиться с подстройкой этой жертвенной ямы, потому что она, по-моему, нафиг не нужна пока что. Королевский лабиринт. Это улучшенные имена табры у нас. Рынок. Так, рынок-рынок. 2500, этот улучшенный лабиринт. Я думаю, сначала рынок построим для начала. Так, и идем на эльфы у нас на серу ориентированно, да? Караванчик у нас пришел с лозутчиками. Да, и жаль, что тут нельзя второго героя построить. В принципе, со вторым героем это особо нечем было бы заняться, если бы он был. Потому что все тут надо пробивать. А войск не хватает на одного-то. Так, ну что, до этой, до удачки далеко бежать. Думаю, попробовать справиться и так. Шесть фури, охренеть. Как они там умирают-то? Так, бести, бести. вот незачем нужна тактика, чтобы добегать. Так, 1212. Бэ. Так, многие, наверное, просто постоят, я думаю. 4-6. Надеюсь, они не будут на единичках сосредоточиться. Так, ну это теоретическое от отравления помрет. штуки 3 примерно, да? Так, у них, поскольку удар и возврат, то мне лучше винтоврам-то подойти с одной стороны. А с другой стороны, я открою им дорогу. Хотя, чё, мне бояться-то, ёптать. Разберемся. У них всё-таки не фурии бью, Ну да, в принципе, в быстром бою этой фурии потерялись у нас. Плохо. Плохо, плохо. Нам нужен опыт. Надеваться некуда, то сколько у тебя мама-то? А может, давайте-ка мы вот как сделаем. Если нам торопиться некуда, то, в принципе, можно и до замка дойти. Вот чем-то сюда побежал, непонятно. Сохранение. Да, в принципе, далеко пробежал тут, да? Ну ладно. Всё-таки переночую в замке. Чё ты строил-то? Рынок строил. Я немного второго уровня. Купить артефакты. В начале каждой гилья гилья приносит случайный ресурс. Это тысяча золота, да? Ну, видимо, я пока ничего не буду строить. Здесь всё-таки построить вот эту штуку. Всё равно покупать сейчас пока некого. Можно будет ментавров улучшить. Гоенная школа, это верно. И в жертву-то пока некого приносить. Ладно, давайте королевский лабиринт построим и денёк отдохнём. А, нет, слушайте, я пошутил, я не так хотел сделать. Чёрт. Вот же я как хотел сделать. Сначала удачку посетить. О, плюс три охренеть. Потом флаг посещу на обратном пути. Я думаю, так будет лучше. Но десять мана, конечно, блин, мало, но чё делать? Если у него прокачивается постоянная атака при повышении уровня. Так, посмотрим. Всё, в принципе, больше ничего не построишь сейчас пока. Надо улучшать своих минотавров, если мне вообще денег на это хватит. Так, сначала лазутчиков надо улучшить. Кого я сделал, блин? Ты косой. Куда ты щелкаешь, ёптачь? Промахнулся я, что ли? Вот. Так, что мне там? 1400, в принципе, должно хватить, да? Так, слушайте, а что у них там? Живое существо ауры храбрости боевой дух повышает, да? А у этих ничего нет. Тут у них здоровья побольше, а не танки. 4, 7, 5, 8. И атака побольше, слушайте, и урон побольше. А в чём прикол? Скорость поменьше. Нет? Инициатива у них побольше. А в чём подвох-то? Потому что вот у этих боевой дух есть, а тут у них аура, да? Храбрости. А, двойная атака, всё понял. Двойная атака. Угу. Ну, аура храбрости, конечно, штука хорошая, да? А что, если сделать вот так вот? Ради ауры храбрости одного сделать вот такого, остальных обычных? Прокатит? Возможно, прокатит. Ага. 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 Опять же у меня пять удач теперь уже. Потому что у меня призрачная удача прокачана. Сейчас должен завалить по-любому. Так. Храбрых воинов отсюда. Так, вот единичками будем, наверное, фурию прикрывать. Фурию прикрывать. Давайте. Понеслась. Посмотрим, что они сейчас смогут сделать. В принципе, фурии-то никак не прикроешь тут единичками. Нет, никак не прикроешь. 1-3, 1-3. Все равно фурию, похоже, потеряли. Боевый дух. Так, слушайте, насчет вот этой ауры храбрости. В бою это существо увеличивает боевой дух всех дружественных существ на соседних клетках. Делай его не ниже плюс 1. Отлично. Отлично. Мне это подходит. 4-5. Так, вот это отравлена штука, да? 4. Блин, удача опять не срабатывает. Что за подстава там? Что у нас там? Шипы. 72 урона. Волшебный кулак 32. Усиленный сразу 48. Ну блин, кулак тоже такой слабенький. Он что с руки бьет, что кулаком. Что за подстава? Ослабление может? Давайте ослабим. Так, минотавру в принципе надо вперед ввести, потому что опять же толку его держать-то на привязи. Ну, боевой дух сработал. Так, давайте тут уже есть и отдавайте вот эту отравим. Ничку-то надо было тоже вперед присоединить. Минус два. Сейчас еще будет минус два, судя по всему. Минус три, блин. Не, короче, фури так и так теряешь. Не знаю, как без потери фури пройти. Больше единичек делать? Чтобы прихлить. Ну, ладно, ради опыта. Пожертвуем, наверное, этими фуриями. Так, пять фури все-таки, как и в быстром бою, в принципе. Ладно, удача в пути. Время путешествий герой находит больше золота и ресурсов. Это не для основного героя, явно, да? Чародейство. Так, чародейство вроде как надо изучать, да? Да, чародейство надо изучать. Так, удача в пути нам. Так, ну а что? Гарантируется, что полезные умения существ в армии героя улучшающие будут использоваться чаще. А что там за полезное умение у наших темных эльфов то я не знаю пока что. Ну, тут еще чувствую сердце, где находится связа аски. Так, смертельная неудача. Герой получает умение воздействовать на удачу вражеских существ, удача всех воинов уменьшается. Ну, это ерунда. Удачливый чародей. Теперь удача может повернуться так, что разрушительное заклинание. Но вот это хорошая штука, по-любому надо качать. Я вижу, что удача очень полезная вещь. Так, ну, видимо, основу чародейства мы берем, потому что больше ничего полезного нам не предложили. И знание наконец-то повысится у героя. Заколебался уже с гисхюманы рассекать. Заклинание изучено. Отлично, плюс один, плюс один. Так, Минотавров можно попробовать, да? Минотавра, Минотавра, но у них боевой дух хороший, ухачу. Плохо там. Тут у нас золотая шахта, и кто охраняет ее? Ух ты, дочери неба. Тоже, что ли, из орков? Кто они такие, легемы на эту? А, это, наверное, альтернативные суккубы, да? Уж, тем прикольно. Так, надо бы сохраниться уже. Вождь клана. Отлично. Уже изучено. Идем тогда Минотавров, наверное, бить. Все же. Танас-вампиры, Танас-фурии. Алхимическую лабораторию захватывать, да? Меч мощи. Да, такая, по-моему, непростая мессия, да? Начинать, по крайней мере, тяжеловато. С никаким войском. Сейчас вроде Минотавры у меня появились, так что должны как-то они разруливать обстановку. Последние пять фури у меня потерялись. Давайте еще одного лазучка, то есть ассасина сделаем из него янечку. Может пригодиться как-то. Отвести угрозу может быть куда-то. Да, бесполезно стрелять. Так что у нас по мане восемь маны. Может замедлить кого? Только-то это инициатива больше просто. Но явно что бесполезно стрелять, потому что 72 хп. Сколько там у них? 31. Всего два Минотавра убью. Все-таки наверное замедление будет полезнее. Давайте замедлим тогда от этого чувака. Так, вот у меня на месте стоит, да? Это он правильно подошел. Молодец. Вот сюда надо лучше подойти сюда. Нет, Минотавр не промах, он побежал вперед со всех сил. Так, давайте тогда снимать обратку. пришло время убивать. Так, здесь мы подождем. Так, может, остатин тоже в бой, но нет, он не дойдет. Действительно знать, что-то слабенько. Задал он еще раз успеет сходить. удачка, отлично. Все по плану. Сейчас этот Минотавр, наверное, не тупой, он попадет вот куда-нибудь сюда. Все-таки тут искусственный интеллект нормальный. Так, ну сколько ходов-то на три хода, может быть, тогда и тебя замедлить? До кучи. Так, давайте-ка мы заблокируем ему путь вообще вот так вот. Может, это нам не поможет. Фурии можно спрятать чуть-чуть, чтобы по ним не ударили. Так, ну пять Минотавров убьет Минотавр. Один, два. Потом еще парочку, двойку, наверное. Этот человек. Потом еще герой добавит, так что, наверное, мы его успеем разобрать из-за того, как он сходит. Не будем убирать тогда. Нормальный, Мир-6. Еще бы удача сработала тогда вообще все было в шоколаде бы. Большой венечку убил. Молодчик. Так, у нас одна венечка осталась. Это от отравления помнешь, не помрешь. Сколько тебе ХП? Ладно, давайте фури убирать. Сюда. Так, ненечку подводить, что ли? Товару-то некогда сбежать. Может, боевой дух сработает? Нет, с ней сработал. Надо было этого ввести, именно Товару, отвести назад. Что-то я затупил. удача-то хорошо, но не у того сработала она. Давайте подождем. Мана не достаётся только бить. Чё-то я сейчас не отошёл. Чё-то я сейчас так вот это выкончились патроны. Ну ладно, посмотрим, как будет. Минус один. Минус один. Раньше бы удача. Ладно, одного меня давно потерял, я мог бы не терять. Надо было отводить вовремя. Что-то я опять рассеянностью небольшой страдаю. Так, ну ладно, берём тогда ртуть и сюда мы уже не пойдём, наверное, да? Чё там делать? Кентавров, что ли, всё-таки бить? Ну, остаётся нам только кентавров бить, потому что больше никого не осталось на карте просто пробивать-то. Три у нас дороги с кентаврами надо освободить, так что пробуем стрелков, конечно, отхватим там. Мама, не горюй. Так, сюда не проникнуть никак. Здесь тупик, тупичок, тупикок. Так, не посещалось. Бонусы полезно брать всё-таки перед битвой торговая гильдия. Пять руды, пять руды, пять тысяч. Так, слушайте, можно построить, что я не понял. Требуем уровень города 9. Знание всех чернотижников увеличивается на плюс один совокотным с другими замками. Ммм, добавно, забавно. Полезная штука. Так, а сколько она требует то 1500 золота просто? Давайте торговую гильдию пока построим. В принципе, наверное, там пять фури у меня осталось. Может быть, их пустить в расход и монотаврами пойти вперёд. София, мне удачка не пригодится в принципе. Нет, нет, удачка мне больше не сопутствует. Фонтан отвернулся от меня. Кентавра. Ну, будь что будет. Опять фури и четыре монотавра, да? 83 кентавра охренеть. И там растут, что ли? Так, поскольку у нас все фури всё равно погибнут, этим тогда лучше вот так вот сделаем. один стек будет прикрыть проще простого, да? Стало ли, конечно, гениально. Ну-ка, ещё раз. так, ментавров сюда, фури сюда. Нажимаем тавров, не обязательно сюда ставить. Так, что там ещё ассасина можно одного сделать? Так-то будет лучше. Так, как мне сделать, чтобы она осталась? Там, шифт зажать, попробовать. нет, не осталась она. Как мне сделать, чтобы она осталась? Вот, они отбегают, скоты. Вязаные животные, слушайте. Блин, плохо. Давайте, не будем бить, просто подойдём. А, так они могут, наверное, отбежать и выстрелить, да? Маневрирование есть у них, точно. Чёрт. Да, это бесполезно, надо будет сюда фурию ставить. Они не хотят маневрировать, они просто убивают. Так, ладно, маны у меня никакой нет. так, пришло тавра подводить. М6. Так, давайте-ка мы его как-то, не знаю, погоним куда-нибудь. неплохо сейчас был. Неплохо сейчас урон. Удачный атака у нас на 8, на 8 кентавров мы снизили их популяцию. Так, слушайте, если я сейчас ожидаю кентавру, он удачно приземлиться или неудачно? Удачно. так, давайте-ка вот этого сюда подвинем. А, контрол зажимать надо, Черт его знает. 3, 5. Так, моментавру вроде как доходит, да, все равно. Какая у нее скорость? 5. Да, в принципе, доходит. Даже если этот ментавр в угол забьется. Угу, нормально. 12, охренеть. А, слушайте, моментавр это не будет двух атак. Вот оно чем. Вот оно чем. Ну, забавно, забавно. Мне понравились эти кентавры здешние. Забавное существо. Давайте его погоним к ментавру. Нет, он не захотел к ментавру бежать. Угная тварь. Три фурии и один ассасин. Ну, неплохо. Неплохо. Фурии пустили в расход, как и планировали, в общем-то. Так, у нас впереди фурии еще. Впереди фурии 20-29. Слушай, это с фуриями будет сложно. С вампирами тоже, в принципе, сложно, да? Возможно, стоит вернуться в замок. У меня еще один ход лишний. По повышалкам побегать. Ну, что-то, я думаю, с этими фуриями надо драться уже с повышенным войском. Или еще раз вот этих кентавров погонять. Ладно, в общем, подумаю, что делать дальше. Пока что, наверное, мы приостановимся. Спасибо, что следите за прохождением героев Меча и Магии 5. Пишите свои впечатления в комментариях. Если у вас какие-то есть советы по чернокнижникам, то я буду очень рад. Ну, что ж, с вами был Антик. Ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. Всем удачки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok